Александр и Лидия Вертинские прожили в браке 15 лет, и еще 56 лет после смерти Шансанье супруга хранила ему верность. Они были вместе даже несмотря на протесты матери Лидии Владимировны. В этом союзе на свет появились две прекрасные дочери. Они продолжили династию и достигли успехов в творческой среде. В этом выпуске Звездонотых ТВ мы расскажем, как живут в 2021 году и чем сейчас занимаются потомки Александра Вертинского. Дочь Мариана Вертинская Мариана Вертинская появилась на свет в 1943 году и была любима обоими родителями. Отец ласково называл ее Биби, баловал и дарил подарки. После школы Мариана Александровна решила пойти по стопам отца и поступила в театральный. Настоящая популярность к актрисе пришла после роли в картине «Застава Ильича». И несмотря на то, что Вертинская-старшая сыграла более 20 ролей, такой известности, как у младшей сестры, ей достигнуть не удалось. Женщина пользовалась большим успехом у мужчин, ее постоянно окружали поклонники. Первый громкий роман у нее случился с режиссером Андреем Кончаловским. Звезда вспоминала, что мужчина красиво за ней ухаживал и мать даже настаивала на том, чтобы они поженились. Но ни Кончаловскому, ни Вертинской это было не нужно. Вскоре влюбленные расстались и Мариана Александровна начала отношения с режиссером Андреем Тарковским. В отличие от Кончаловского он сделал предложение Вертинской, но она отказалась. В роли жены она себя не видела, и поэтому вскоре они стали просто друзьями. В 1967 году Вертинская все же решилась создать семью и вышла замуж за архитектора Илью Балынкина. От этого брака на свет появилась дочь Александра. Но счастливой эта семья не стала. Когда дочери исполнилось 4 года, Мариана Александровна ушла от мужа к оператору Георгию Рербергу. Мужчина начал поднимать руку на актрису, и она сбежала от него к Борису Хмельницкому, за которого впоследствии вышла замуж. В этом браке родилась дочь Дарья. Третий раз Вертинская старшая стала женой бизнесмена Зорана Казимировича. Она сильно любила мужа, но когда ему пришлось по работе уехать в Прагу, не стала бросать ради него все и осталась в России. Вскоре отношения сошли на нет и супруги расстались. В 2005 году Мариана Александровна окончательно ушла из театра, а в 2007 году сыграла последнюю роль в кино. Сейчас она живет одна и радуется спокойной старости. Вертинская много общается с дочерьми и внуками, а также обожает путешествия. Дочь Анастасия Вертинская В 1944 году в семье знаменитого Шансонье родилась еще одна девочка, которая получила имя Анастасия. Потомки Александра Вертинского постоянно конфликтовали между собой, даже требовали, чтобы отец им дарил одинаковые подарки. Однажды певец привез девочкам кукол, только вот Мариане в розовом платье, а Анастасия в голубом. Девочка две недели не общалась с папой, считая, что родители больше любят старшую дочь. Анастасия Александровна также получила ласковое прозвище от отца Воробушкин Голубчиков. И изначально девочка не стремилась продолжать его творческий путь, она хотела стать балериной, но ей отказали, назвав ее слишком крупной. Затем она стала изучать языки, но все изменилось в 1960 году, когда ее заметил Александр Птушко и снял в своей картине «Алые паруса». Актриса начала активно сниматься. В ее творческой копилке около 30 картин, среди которых «Человек-амфибия», «Гамлет», «Анна Каренина», «Война и мир», «Овод», «Мастер» и «Маргарита». В личной жизни у звезды все складывалось хорошо. Она вышла замуж за режиссера Никиту Михалкова и родила ему сына Степана. Расстались они спустя три года после свадьбы. Михалков хотел, чтобы жена сидела дома и воспитывала сына, а сама Гартинская младшая только начала строить карьеру и не собиралась от нее отказываться. После этого у Анастасии Александровны был короткий брак с Александром Градским, которого до сих пор не считает своим мужем, называя этот союз ошибкой. Затем у нее был роман с Олегом Ефремовым, но он так и не завершился свадьбой. Сейчас Анастасия Вертинская живет с сыном и его семьей в загородном доме. Также она курирует поваров в московских ресторанах Степана и разрабатывает свое именное меню. Актриса редко дает интервью, предпочитая забыть о светской жизни и больше времени проводить с родственниками. Анастасия Александровна называет себя не такой хорошей прабабушкой, так как считает, что ее правнукам достается внимание куда меньше, чем когда-то внукам. Сейчас звезда хочет пожить для себя и иногда жалеет, что стала актрисой, ведь могла реализовать себя в готовке. Внучка Александра Вертинская Александра Вертинская, старшая дочь Марианы Александровны, получила имя в честь знаменитого деда. Но по его стопам не пошла, она решила продолжить дело отца и посвятила жизнь изобразительному искусству. Она неоднократно принимала участие в художественных выставках во многих городах России, а также представляла собственные работы «Венеция. Шелкография» и «Ману Интрепида». Кроме того, Александра работала на телевидении. В ее копилке программы «Снимите это немедленно», «Квартирный вопрос», «Дом с мезонином» и «Алярюс». В 1997 году Вертинская вышла замуж за владельца Московской галереи современного искусства «Триумф» Емельяна Захарова. Вместе они воспитывают двух дочерей. Внучка Дарья Хмельницкая Среди потомков Александра Вертинского и внучка Дарья Хмельницкая – младшая дочь Марианы Александровны и актера Бориса Хмельницкого. В юные годы девушка старалась построить актерскую карьеру и даже сыграла с отцом в одном из фильмов, но затем что-то не сложилось. Дарья рассказывала, что никогда не мечтала быть артисткой, куда больше ее привлекала политика. Но и тут не задалось, поэтому она посвятила жизнь защите прав бездомных животных и борьбе с докхантерами. Хмельницкая организовала благотворительный фонд помощи бездомным питомцам Вирта, которым и занимается в настоящий момент. О личной жизни Дарьи Борисовны известно лишь то, что она замужем, но кем является ее муж, не рассказывает. Также в 2011 году на свет появилась ее дочь Анна, которая засветилась в программе «Наедине со всеми». Внук Степан Михалков Единственный сын Анастасии Вертинской Степан Михалков, как и все дети звездных родителей, пробовал себя в творческой среде. Он снялся в нескольких картинах и даже выступил продюсером, но затем решил, что это не его стезя и занялся ресторанным бизнесом. В 2001 году он открыл свой первый ресторан «Ваниль», затем появились заведения «Вертинский», «Ветерок», «Кэжуал» и «Гранд Кафе 12». Также он является владельцем сети кафе-булочных «Бизнес-класса». Михалков был дважды женат, его супруга, манекенщица Алла Сивакова, родила ему троих детей. В 2008 году он второй раз заключил брак, его избранницей стала модель Елизавета Ильина. В 2017 году родился их общий сын. Правнуки На внуках потомки Александра Вертинского не заканчиваются. У великого шансонье имеются как правнуки, так и праправнуки. Старшая внучка Александра родила двух девочек, которых назвали Василисой и Лидией, в честь Лидии Вертинской. У них пока нет собственных детей. Дарья Хмельницкая в 2011 году родила дочь, которую назвала Анной. Больше всего правнуков знаменитому деду подарил Степан Михалков, отец четверых детей. От первого брака у него есть дочь Александра и сыновья Василий и Петр, а от второго – мальчик Лука, который родился в 2017 году. Старшая дочь Степана Никитича уже сама успела стать матерью. В 2017 году она вышла замуж за актера Петра Скворцова и спустя несколько месяцев родила сына Федора, который на данный момент является единственным праправнуком Александра и Лидии Вертинских. Друзья, на этом все. Если выпуск был вам интересен, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте оставить ваше мнение в комментариях и посмотреть другие не менее интересные ролики на нашем канале. До встречи и пока!